Ребята, всем привет! Это новый влог! В этом влоге будет очень много всего интересного. Я вам покажу бьюти-процедуры, которые я делаю, и какие не делала уже очень давно. Далее мы с вами отправимся на концерт стендапера Сергея Орлова. И что еще? И сделаем мое феноменальное преображение из того, что имеем в Ким Карташьян. Так что погнали! Значит, забегая вперед, скажу вам о том, что у меня очень седые корни сидеть. Я начала где-то в 21, по-моему, год. Но прям что-то очень рано седина ко мне пришла. И я сразу поняла, что надо краситься, а что еще делать? И какое-то время, точнее всю свою созданную жизнь, когда я начала краситься, очень боялась сама краситься дома. А мастер мне мой говорит, Алина, ну ты что, там же корни, это вообще не страшно. Ты можешь взять немножечко красочки, развести и покрасить. Но я боялась, боялась, боялась. Потом решилась, и вот какое-то время красила корни дома. И длину как-то решила покрасить. У меня какой-то здесь клок волос цветной, не понимаю. Короче, руки не из самого места, как говорится. И я решила все-таки весна, и надо обновить цвет, чтобы он был ровный, подлиннее. Корни были все бесседенные. Так что вот еду. Я уже прибыла на базу, вот, подхожу к зданию, где будут производить окрашивание. Голова, конечно, очень седая, вообще не знаю. И я не пользовалась средствами никакими для укладки перед окрашиванием. Кстати, есть такой спрей, называется L'Oreal. Я его много раз рекомендовала, и многие делают веснушки. Так вот, на него не ложится даже аммиачная краска, и седина все равно остается. Поэтому прежде чем накладывать краску, необходимо несколько раз вымыть голову сульфатным шампунем. Девочки, привет! Я здесь рубрика съемка. Ну что, будем сейчас закрашивать мою рубрику седина. Такая красота. Длину тоже тройка, да, Диана? Да, Диана, длину тоже тройка, чтобы однородный такой цвет получился. Наверное, тройку я бы чуть-чуть синюю. Что, наоборот, Диана? Давай, да, чтобы не было такого теплого. Вот это вот все, супер. Ну что, пока мне делают окрашивание, мы с вами переместились домой, чтобы сравнить две маски. Как я вам обещала, будет сравнение двух масок для волос бренда «Зелинский энд Розе». Не знаю, как правильно читается. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. И начнем мы с крышек. Посмотрите. Справа оригинал, слева неоригинал. Вот. У неоригинала такая зелененькая. У оригинала вообще ничего нет на крышке. Обычная черная крышка. Матовая. Далее. По объему. Неоригинал 250 мл. А оригинал получается 200 мл. Смотрите, пожалуйста. Далее. Что еще хочу сказать? Можно обратить внимание на шрифт. У неоригинала он жирный, крупный. У оригинала он достаточно тонкий. При этом тоже выделен. Следующий момент. Что еще здесь можно сравнить? Этикетка. У оригинала более желтоватого оттенка, чем у неоригинала. У неоригинала она такая более светлая, чем у оригинала. Дальше. Дно. Рубрика на дне. У оригинала есть какой-то QR-код, описание. У неоригинала дно пустое. Так, в целом по отличиям все понятно. Именно таким внешним вы сразу сможете отличить. Хотя нас уверяли на садоводе, что неоригинальная вот эта вот маска хорошего качества. Что, вот думаешь, да, тогда плохого это как? Итак, давайте откроем. Здесь вот наклейка такая на неоригинале. Кстати, наклейку туда-сюда открывают. Значит, у неоригинала вот такая вот крышка. Вот такая, знаете, и уже пахнет какими-то бабушкиными мазями. Давайте откроем. Пу-у-у. Проваливаемся. Саму маску. Это не очень удобно. Сейчас. Фу. Пахнет отвратительно. Вот знаете, чем? Не могу описать чем? Чем-то каким-то сырьем. Чем-то сырым. Вот как будто бы сырости где-то хранилось. Не очень приятно. Оригинал, конечно, пахнет вообще топово. Хотя сначала я такая не распробовала. Кстати, у оригинала есть вот такая вот штука. Это у меня новая маска. Вот она вот так вот. Оп. Снимается. И вот сама оригинальная маска. Сейчас мы сравним консистенцию. Оригинал пахнет божественно, честно говоря. Прям любовь. И от волос, кстати, потом долго пахнет. И она оказывает очень крутой эффект на волосы. Прям такие гладкие. После кератина. То есть вот эту маску прям рекомендуют всей душе. Если хотите, попробуйте. По консистенции просто посмотрите. Не оригинал, оригинал. Вот это такая жидкая-жидкая. Как кашка манная. А вот это вот такая плотненькая. Как овсянка густая. Вот такое вот сравнение. Сейчас мы даже вот посмотрим. Вот смотрите, вот это получается не оригинал. Видите, она такая. Жидковатая. Как будто бы даже не маска, а кондиционер какой-то. И возьмем оригинал. Посмотрите, какая консистенция. Такая вот плотненькая. Вот, посмотрите, сравните сами. Паленую маску с садовода я не буду применять на волосы. Честно говоря, я отращивала свою длину. И мне очень стремно такое мазать на волосы. Даже ради блога, даже ради эксперимента. Как бы я на такое не готова. Но мы с вами в целом сравнили две маски. Еще раз повторюсь, что оригинал это прям топ. Best of the best. Оригинальную продукцию, как я понимаю, можно купить в Хорнере. Золотого яблока, ДЛТ, от Сума. Я маску первую покупала. Зелинский Антер Роузес, или как правильно. Опять же, напишите в комментариях, пожалуйста. В ДЛТ. А вот вторую в золотом яблоке заказывала. И они ничем не отличаются. То есть, я так понимаю, что это оригинальная продукция. Вот. А садоводское, конечно, произведение, искусство. Я бы... Ну, дело ваше. Я бы не стала. А мы перемещаемся плавно. К результату моего окрашивания. Смотрим, что у нас получилось. Просто посмотрите, как красиво. Глянц. Влоск, блеск, красота. Диана, что за краску использовали? Подскажите, пожалуйста. На корнях мы используем L'Oreal Majorelle. Оттенок у нас 3.0. А на длину Vela Color Touch. Оттенок тоже 3.0. И с добавлением синего микстона. Вот так вот, девочки. Вот такой микстон. Диана, спасибо тебе огромное. Что, все вышло с окрашивания? Я сейчас забегу в магазин. Мне подружка приболела. Сейчас пойду как раз загорать. И оставлю ей иммунный чай. Хочу купить какой-нибудь прикольный. Поэтому пока вот сейчас сошла посмотреть, что здесь есть. Так, не совсем понимаю, если честно, что здесь для иммунитета. Потому что с рассыпью, наверное, как его пить. Это же нужен чайник какой-то. Надо найти что-то такое, чтобы для иммунитета. В общем, выбрала вот такой вот напиток чайный. Написано «Шиповник источник витамина С». Я думаю, что для иммунитета полезно. И еще лимончик возьму, чтобы подружка скорее выздоравливала. Еще я не могу найти выход из пятерочки. Здесь просто какой-то лабиринт Ментавра. Я уже делаю здесь второй круг. Не понимаю, где выход. Помогите. Где касса там? Бин, правда. А вы не подскажете, где кассы? Прямо? Спасибо. Короче, вот где-то там сказали. Уж с какой. Потерялась. А, все. Кажется. Да, все, нашла. Ну что, я приехала на Загар. В самую лучшую студию Загара. Собственно говоря, Чиназос. Туда. Так. Ту-ру-ру-ру-ру. Там очень красиво. Очень. Сашуля, привет. Так, ну что. Я уже в кабине хотела сказать. А в комнате для Загара? Смотрите, как здесь красиво. Просто нереально. Так. Значит, здесь уже наборочка. Входит в стоимость. Вообще все-все-все. Но я хотела вам показать, что я беру с тобой. Я беру с тобой полотенцем. Его я на лицо. Обязательно загораю на лицо только с полотенцем. И обязательно используйте, пожалуйста, крем для загара, если не хотите получить преждевременное старение кожи. Это очень-очень важно. Все. А я побежала переодеваться и загорать. Пришла к чистку. Забирать пуховик. А там, наверное, 15 минут. Так что же делать-то? Дела. Кстати, я бы сыграла про потрясающее страшное стремление. Ребята, огонь. Просто так и дело. Я, короче, стою. Ну вот, пусть сейчас человек придет, который мне отдаст на пуховик. Короче, дверь просто открывается. Смотри. Химчистки. И стол подвигается. Такая, о, почти. И неожиданно, вот, отдали мне мой пуховичок. Я вот бегу. Сегодня еще меня ждет маникюр и педикюр в 6 вечера. И на сегодня, наверное, все. У меня энергии. Просто как заяц в дюро стоял сегодня. Девочки, мое до. Вот такого ты делала зеленый. Сначала я такая думала, о, зеленый, как странно. Потом я к нему привыкла. И, в общем, в целом, видите, отросли. А маникюру даже нету месяц. Поэтому сейчас будем переделывать. Ну что, я быстро забежала домой. Перекусила. Что-то вы знаете, я вам говорю, как заяц в дюро шайзер. Я что-то перепила, походу, американ. Ну, хотя я выпила один стакан сегодня всего за день. Но у меня прям вообще, я так... Во, все. Уже рубрика на маникюр. Подходим. Во, сейчас нам должны открыть. Ну, собственно, все. Вот она я. Пошла делать маникюр пятикер. Цветов огромное количество. Не знаю, девчонки, пишите вам как с выбором. Я обычно прихожу с готовыми референсами. Просто подбираю цвет, который мне нужен. Кстати, какие-то симпатичные цилочки. Интересно. Я вам потом прикреплю, что получилось. Что, пятикер уже фактически готов. И сейчас я вам покажу результат. Это будет даже не на фото. А на видео. Сделала сделать шоколад. Чтобы где-то был в моей жизни шоколад. Вот такая красота. А мы на маникюр. Все. Потом вам покажу, что получится. Все готово. Сделала вот такой нютик. Ну, очень красиво. Мои хорошие, утро доброе. Я уже проснулась, позавтракала. Сейчас буду собирать лучок. Кстати, здесь уже подготовила себе джинсы. К ним будет джинсовка. В общем, сейчас все покажу. И буду собираться на макияж. В общем и целом, что мы имеем. Моя сумка с удивительным троллем. Вот такая вот джинсовка из манго. Кстати, купила ее на распродаже. Мои любимые джинсики от Authentiment. Потом вам покажу, как этот лук будет смотреться на мне. И на ногах будут еще уанцы. Я уже оделась, причесалась. И сейчас будем выезжать на макияж. Это будет грандиозное преображение. Это будет первое преображение после ринопластики. Я себя еще никогда такой не видела. Поэтому это будет очень интересно. Обязательно смотрите и переключайтесь. И подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я вас обожаю. Я на месте. Сейчас буду уже подниматься. Предвкушение. Приступок волшебства. Ребят, это просто нереально. Три, два, один. Просто посмотрите. Она была Ким. Она была звездой. Правда, очень красиво. Это просто невероятно. Девочки, я просто в полном восторге. Посмотрите, как красивый. Просто настоящий Ким. Я думаю, просто невероятно. Мы сейчас еще сделали фоточки. Сделали видео. Потом смонтирую шот, сек, рилсик. Да после. Короче, я в полном восторге. Мне кажется, это просто топ. Ну-ка. Просто. Скорее загадывайте желание. Посмотрите, какая крутая радуга. Протно торг. Ну, стой, давай вернемся в ветер. У тебя сейчас весь звук будет ветер. Пойдем. У тебя с тобой эти штуки? Меховая. Меховая штучка. Ребят, мы приехали. Просто смотрите, сколько там народу. А, какая очередь. Это все пришли. И на Сергея. У нас, соответственно, и вы пришли, и на все пришли. И очередь-то просто колоссальная. Но мы сейчас немножко поснимаем. Мы с чехолом. Мы ночью постоять не будем. Сейчас их запустят, а потом мы пойдем. Все, мы в конце. Вы просто посмотрите на это. Ну что, мы уже пошли. Белетико показали. Теперь ждем. Мы все понесли. Ну что, мы стоим в очереди. О, кстати, пошло, пошло, пошло. Только камера взяла, сразу все пошли. Ну и потрясающе. Народу тьма. Вообще, я просто поражаюсь. Просто тоже хочу собирать рейтинский. Все, нас спустили. Здесь лед. На самом деле, атмосфера холодная. Мы сидим в первом ряду. Собственно говоря, спасибо и на то. Ну все, мы сидим на льду. Здесь очень холодно. Просто нереально холодно. Ладно, надеюсь, что шутки будут смешными. Они согреют. Ну же, время 20 минут. Мы все афинели от холода. Сереж, мы только я. Ждем тебя. Короче, мы как суслики. Вышли из концерта. Просто все продрогли. Но было прикольно. Программа классная. Ну, короче, шутки классные. Вот, спасибо огромное. Короче, нормально все было. Прошло. У меня просто речь. Я сидела там, такая руки. Не учитывая, что мы на льду сидели. Да, мы сидели реально на льду. Там просто постерили какие-то эти доски пластмассовые. Типа загрунтовали землю и все. Короче, все, мы поехали домой. Спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Пока-пока.